Святитель Иоанн Златоуст о блуде и садомских грехах Блуд и прелюбодеяние оттого и происходят, что юношам дают свободу. Если бы он имел разумную жену, то стал бы заботиться о доме, о славе и чести. Как свинья, извалявшаяся в грязи, куда бы ни пошла. Все исполняет зловоние чувства, а боняние поражает отвратительным запахом, так и блуд, ибо зло это омывается с трудом. Когда же творят это некоторые имеющие жен, то как велико бывает распутство. Апостол Павел говорит, воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас имел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, и знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво. Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам, 4 глава, 3-6 стих. Не узнавший блуда, не будет знать и прелюбодейство, а осквернившийся с блудницами, скоро дойдет и до этого и будет творить блуд, если не с замужними же женщинами, то с отпущенными. Отпущенную – это жена, получившая разводное письмо и отпущенную мужем, разведенная. Одежду, которую носит раб, конечно, ты не согласишься когда-либо надеть, гнушаясь ею по причине нечистоты. Но лучше согласишься быть нагим, нежели употреблять ее. А тело нечистое и скверное, которым пользуется не только раб твой, но и другие бесчисла, ты будешь употреблять во зло и не будешь им гнушаться? Вам стыдно стало слышать это? Стыдитесь дел, а не слов. Нет, я умалчиваю о всем прочем, о развращении и нечистоте нравов и о прочем, что есть рабского и низкого в жизни. Скажите мне, не к одной ли и той же ходишь и ты, и раб твой? Если бы только раб, но и палач, ты не решился бы взять палача за руку между тем ту, которая была с ним, одно тело, обнимаешь и лобызаешь и не трепещешь? Не боишься? Не стыдишься? Не краснеешь? Не смущаешься? Говорил я вашим отцам, что скорее надо бы на вас женить. Впрочем, и вы не изъяты от наказания. Ибо если бы не было много других юношей, сломудренно живущих и прежде, и ныне, то, может быть, нашлось бы для вас какое-нибудь оправдание. Но так как они существуют, то как можете сказать, что мы не были в силах подавить пламя вожделения? Видишь, что другие всю жизнь хранят целомудрие и живут в чистоте, а ты до юношеских лет не хочешь потерпеть. Видишь, что другие тысячекратно побеждали похоть, а ты и однажды не устоял. Не молодость тому причиной, ибо тогда все юноши были бы невоздержаны, но мы сами себя повергаем на костер. Упоение есть не что иное, как потеря здравых понятий. Ума иступление, расстройство душевного здоровья – и так не только о том, кто выпил много вина, но и о том, кто питает в душе другую страсть. Можно сказать, что он сильно опьянен. Опьянен, например, тот, кто любит чужую жену и живет блудницами. Как выпивший много вина и обессиленный им произносит неприличные слова и видит одно вместо другого, так и объятый нечистой похотью, как бы вином каким, не произносит ни одного здравого слова, а говорит только срамные, развратные, низкие и смеходостойные слова, и видит одно вместо другого. Слеп ко всему, что перед глазами, а везде только и видит ту, которая питает страсть, и подобно помешанному и безумному в собраниях и на пиршествах, во всякое время, на всяком месте. О чем бы кто ни говорил ему, не слышит, кажется, ничего, но о ней только и думает, о грехе только и мечтает, все подозревает, всего боится, и ничем не лучше какого-нибудь животного, пораженного стрелой. Какая-то новая и беззаконная страсть вторглась в нашу жизнь, постигла болезнь тяжкая и неисцельная, поразила язва, жесточайшая из всех язв, измышленно какая-то, как какое-то новое и нетерпимое беззаконие, потому что нарушаются не только писанные, но даже и естественные законы. Для распутства уже мало любодеяния, и как в болезнях последующее сильнейшее страдание заглушает ощущение предшествовавшей боли, так и чрезмерность этой язвы делает то, что уже не кажется нетерпимым, и нетерпимое разврат женщиной, хотят, кажется, иметь возможность избегать этих сетей, и женскому полу предстоит уже опасность сделаться излишним, так как его во всем заменяют отроки. И не только это ужасно, но и то, что такая мерзость совершается с полной безопасностью, и беззаконие стало законом, никто уже не опасается и не страшится, никто не стыдится и не краснеет, но еще хвалится этим позором, и целомудренные кажутся безумными, и обличающие нездравомыслящими, так среди городов, как бы в великой пустыне, мужчины на мужчинах делают срам. Послание к римлянам, 1 глава, 27 стих. Если же некоторые избежали этих сетей, то нелегко им избегнуть худой славы от таких развратников, во-первых, потому что их весьма немного, отчего они легко затмеваются множеством порочных, во-вторых, потому что сами окаянные злые демоны, не имея возможности иначе мстить презирающим их, стараются вредить им этим способом, не имея сил нанести смертельную рану и поразить саму душу. Они стараются, по крайней мере, повредить их внешнему украшению и лишить всякой доброй славы. Поэтому многие, слышал я, удивляются, как и теперь не спал еще другой огненный дождь, как еще не подвергся участи Содома наш город, достойный наказания тем более тяжкого, что не вразумился и бедствиями Содома. Несмотря на то, что та страна уже две тысячи лет видом своим сильнее, чем голосом, взывает к людям всей Вселенной, чтобы не дерзали на такую гнусность, они не только не воздерживаются от этого греха, но стали еще бесстыднее, как будто, состязаясь с Богом и стараясь показать своими делами, что они тем более будут предаваться этим порокам, чем более он будет угрожать им. Почему же не произошло ничего такого? Грехи Содомские совершаются, а Содомских наказаний нет, потому что их ожидает другой огонь. Боль жестокий и наказания бесконечные. Если мы так гневаемся и негодуем, то так допустят безнаказанно совершать такие дела Бог, который более всего печется о человеческом роде и крайне отвращается и ненавидит порочность, этого быть не может. Нет. Он непременно наложит на них крепкую руку, нанесет нестерпимый удар и подвергнет мучениям столь жестоким, что бедствия, постигшие Содом, в сравнении с ними покажутся игрушкой. Подлинно, каких варваров, какую породу зверей не превзошли эти люди своей бесстыдной похотью. Бывают у некоторых бессловесных вожделение сильное и похоть неудержимое, не отличающиеся от бешенства, но и они не знают этой страсти, а удерживаются в пределах природы, и сколько бы ни раздражались, не нарушают законов природы. А эти, одаренные разумом, сподобившиеся божественного учения, преподающие другим, что должно делать и чего не должно, и слышавшие Писания, не шедшие с неба, не с такой наглостью совокупляются с блудницами, как с отруками, а не с таким низтостым покушаются на все, что будто они не люди, и как будто нет промысла Божия, бодрствующего и судящего дела, но как будто бы все покрыла тьма, и никто не видит и не слышит этого, а отцы расклеваемых отроков переносят это молча. Не взрываются в землю вместе с детьми и не придумывают какого-либо средства против зла. Между тем, если бы надобно было от этого недуга отправить детей на чужбину, на море, на острова, на необитаемую землю, на самый отдаленный от нас край вселенной, не надлежало ли бы сделать и потерпеть все, чтобы не было таких мерзостей? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok